Вы знаете, ребят, что не увязки тоже люди. Задел, блин. Пол-литра набралось. Уже хотел переливать. Блин, все под газовый плиту, тепло. Не взорваться мы тут. Друзья, не пытайтесь за мной повторить. Я все делаю неправильно. А как делать правильно, вам расскажут на других каналах. Расскажут, но не покажут. И ни в коем случае не повторяйте за мной. Иначе вас будет ждать то же самое, что и меня. Друзья, всем привет. Как вы поняли, у нас сегодня колхозанский ролик. Колхозный перегон. А я решил вообще просто попробовать. Без всяких термометров. Даже ни одной гильзинкой. Сборка простая. Дефлегматор, узел отбора. Диоктор поставил только для того, чтобы у меня до охладителя не касался ММЦ. Три тарелки, ребят. Три, потому что достала меня эта спиртуозность. Хочу что-нибудь в районе 89, 87, 88. Как вы помните, у меня все время получается 91, 91,5. Вот. ММЦ сильно укрепление не дает. Кто бы что там не говорил. А, вот что, забыл заткнуть отверстие. В общем, в кубе средств, которые мы с вами перегнали на НБК. Как его? Солдовый. Солдовый. Заодно я вам скажу по этому, по ароматике. Отличается он от того, что был на ПВК перегнанный. В принципе, перегон такой же будет. Вот. Я уверен, что у меня все получится. Даже воду подключил не к своему крану, потому что автоматика его не включит. А буду сам ручками все включать. Тут все просто. Я думаю, что справится даже новичок. Только вся беда в том, что у меня сейчас в парикмахерской надо будет. Ну, хотя бы начну голову отбирать. А там, по ходу, пьесы. Как будет. Ни один термометр не горит. Все по нулям. Можно в куб, конечно, вставить. Но я хочу и без него тоже. Гулять, как говорится. Вот. Ждем. Разгоняется куб. Я пока заглушу отверстия все. Они мне, в принципе, не нужны. Переливать в куб не буду. Это зерновые. Нам цеха пускай пашет. Ничего тут страшного, я думаю, не будет. Ждем разогрева тогда. Ребят, забыл сказать-то. Вы спросите, как я буду определять, что пора включать воду. Вообще, если вы уже не первый раз гоните, вы знаете, что когда шум тена становится прям тише, значит, вода разогрелась. Можно будет еще посмотреть сюда, хотя здесь все запотевше. В общем, по шуму тена. Я говорю, это по колхозному. Не повторяйте за мной. Я делаю все неправильно. Вот. То есть, это просто для себя вот такой вот, так сказать, эксперимент. Проверить себя, могу ли я. Ну, воду просто элементарным включим вот здесь. А, кстати, новички, товарищи, всегда проверяйте перед этим. Сейчас наполнится. Во, пошла. Чтобы нигде ничего не капало. С до охладителя идет на инфлигматор. Перегонять буду на трех с половиной киловаттах. То есть, вот единственный прибор, который у меня будет, это вот электроника моя. А, и ориометр для определения спиртуозности. Все, дальше без приборов. Звук изменился. Шума меньше. Такие, знаете, похлопывания, что-то. Бук-бук-бук. Вот. Это означает, что наша разогрелась. Друзья, и ни в коем случае я вас не призываю делать так. Не надо так делать. Это показываю свой опыт, и все. Не надо, не повторяйте за мной. Ну да, вот она начинает закипать. Температура сейчас в районе 80, я так думаю. Давайте включим воду, чтобы я не забыл, потому что память моя девичья. Включим не сильно, вот так вот. Ну и ждем, смотрим за ним. Обязательно присмотрим, потому что сейчас безопасности никакой вообще нет. Как начнет конденсироваться где-то что-то, увижу испарение. Переключу на 3,5 кВт. Ребят, ну и вот, пошла дефлегмация. Я переключу на 3,5 кВт. Набирается первая тарелка. Сейчас заведется, точнее третья. Перельется во вторую, а там в первую. И будет наполняться ММЦ. Проверим температуру. Ну, температуру можно даже еще и убавить. Как мы это делаем? Я уже показывал. Просто по длине струи. Все, завелась. Работаем на себя. Ну, минут 20, наверное, 30 может быть. Запах уже стоит. Кто-то сказал про противогаз, когда я это ролик сделал. Что типа, у тебя они держат в холодильник. У вас связь с атмосферой, ребят, куда-то давление, все равно запах выходит. То есть, холодильник держит, запах немножко есть. Запах не голов, а именно хлебный. Такой приятный, приятный запах. Обалденно. Минуло 25 минут. Я думаю, что потихонечку можно открывать. ММЦ давно наполнился. Работать открывать отбор голов. Я уж не помню, как. Давайте вот так пока откроем. Отбирать буду быстрыми каплями. Кап, 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 кап. Отобрать мне нужно литр, да? Литрушечку накапаю. А потом включусь. Ну, примерно вот так вот они будут капать. Скорость не знаю, даже мерить не буду. Мне ни к чему это. Нет единого какого-то решения, чтобы длинокуры определились, что на тарелках именно с такой скоростью надо отбирать. Как кончатся эфиры, которые мне не нравятся, да? Перестану отбирать голову. Ну, примерно для себя пока литр. Ну, это по калькулятору наметил цель. Все, ждем. Вы знаете, ребят, что неувязки тоже люди. Задел, блин. Пол-литра набралось. Уже хотел переливать. Блин, все под газовый плитурчик. Чего не взорваться будет? Друзья, ну и вот прошло часа три, наверное, уже. 3,21 автоматика работа. Ну, около трех часов. Что я дальше делаю? Одну пол-литровку я разбил. Ее остался один компак. Вот, там только пол-литра накапало. Здесь 600 миллилитров уже есть. Перекидываю. Запах отменный. Запах бомбезный, вкусный. Никаких посторонних запахов нет. Тавтология, тавтология. Открываю пока вот так. Сейчас посмотрю, как будет течь. На глаз сделаю отбор. Меня очень интересует спиртовозность. То есть, всегда работал на четырех тарелках. Сейчас на трех. Сейчас посмотрим, что будет. Манцуля фигачит. Красиво работает. Тарелочки тоже все четенько. По красоте. Сейчас примерно сделаю отбор. Я вам включу, покажу. Ну, вот это маленький. Это маленькая струйка слишком. Маленькая, это переходящая в капли. Это примерно литр в час. Мне надо хотя бы литра два с половиной, я думаю. Сейчас сделаю. Вот такая вот скорость отбора у меня. Я думаю, что здесь где-то два с половиной, чуть больше. Температура 16,6. И о ужас, 90 градусов. То есть, если сделать поправку, то это будет опять 91. Убрав одну тарелку, я ничего не добился. Надо попробовать отключить ММЦ. В данный момент спирт ароматный, хороший. Прям все. Блин. Классный. Классный. Вот. Но я хочу еще ароматный. То есть, немножко не то, о чем я мечтал. Потому что... Средств был вообще офигенский. Прям такой, ну, духовитый. Здесь немножко чувствуется, что что-то куда-то пропадает. Вот. Пропадает это из-за спиртовозности. Я сейчас еду в парикмахерскую. Да. Два часа мне назначено. Я сейчас ее выключу. По приезду поставлю нижний узел отбора. Ну, не для работы, а для того, чтобы просто переливалась с ММЦ. Переливалась туда. Заодно мы с вами посмотрим, будет ли спиртовозность. Ну, упадет ли, нет ли. Ну, и вот, друзья. Вернулся я из парикмахерской. Завел опять колонну. Она уже поработала на себя 20 минут. ММЦ я исключил пока из отбора. Ну, не из отбора, а из процесса. Поставил зажимков. Вон, видите, узел отбора. Перевернул кверх ногами. Сливается все в него. Колонна работает. Три тарелочки. ММЦ мы пока исключили. Будем ее использовать ближе к концу. Вот. Головы капают. Блин, медленно включил. Очень медленно. В общем, все, что. Отбор, когда начнется отбор. По мере спиртуозности вам обязательно покажу. Голов немного, еще миллилитров. 50 нами откапываю, да и все. И буду продолжать. Ну, и что, ребят. 89 тут. На градус убавилось. Скорость отбора абсолютно такая же. Градус набавляем, получается 90. Я не знаю, что мне делать. Посоветуйте. Напишите в комментариях, если нетрудно. То есть, отбор я могу прибавить, но спиртуозность ничуть не изменяется. То есть, либо ремотоком отбирать, а потом дожимать. Может так и сделать. Не знаю. Ладно, потом поэкспериментирую. Сейчас особо времени нет. Перегнать бы уже. Спирт ароматный, вкусный. Все, ни хвостов, ни голов тут ничего не чувствуется. Офигенский. Классный. Но была бы более яркой ароматикой, если бы была бы спиртуозность 89 или 88. Но, увы, ММЦХ, видите, ну, один градус, как во всех моих предшествующих роликах. Да, один градус она дает укрепление, но не больше. Ну, вот в данной сборке, с данным сырьем. Итак, друзья, судя по ММЦХе, ну, конец не так уже и далек. Окошечко тоже запотело. В нем нифига ничего не видно. Это, следовательно, уже отделок хвостом ближе. Тарелки работают. Ну, пока ни одна не запотевает. То есть, еще спирта полно. Вот. ММЦХ, видите, начинает уже пузыриться. Я поменял... Поэтому я поменял приемную емкость. Пока все отлично. Посторонних запахов... Ай, красота. Посторонних запахов вообще пока нет. Но, что-то все равно. Очкую я, как говорится, очкую. Ждем, когда ММЦХ начнет уже мутнеть. Вот тогда надо будет сразу нюхать, не дожидаясь запотевания тарелок. Это в моем случае. Каждый аппарат индивидуален, как говорится. Тут я уже к нему привык. К этим, к своим девайсам. Поэтому, ну, более-менее знаю, что к чему. Собственно, температура тут, ну, серьезно, она не нужна. Ну, вот на выходе в воду потрогать. Чтоб переизбытка не было. Как это называется? Перерасхода. Все. Ничего тут мерить вообще не надо. Это как Калашников. Как старый дедовский аппарат. Ну, только в новом обличье и все. Итак, друзья, пузыриная история опускается все ниже и ниже. Это нам гласит о том, что хвостики там уже. Причем много. На запах, не знаю, какой-то отдаленный-отдаленный. А вроде нет. Все равно я поставил третью емкость. Вот эту можно вылить сюда. Потому что она чистая. Нюхаю каждые две минуты. Боюсь профукать и закосорезить весь погон, понимаете? Ну, не весь, а, конечно. Вот. Можно сюда здесь поудобнее. А сейчас зачем мне попугай, сейчас непонятно. Спиртуозный все то же самое. 89. Но он холодный. Градус добавлять 90 там. 90 с небольшим. В общем, вот. Что, наверное, встретимся на самом конце уже. Не сказал я, ребят. Отбор чуть-чуть поубавил. Эти метки, оказывается, у меня были два с половиной литра. Это вот четко сюда. Вот. То есть сейчас меньше двух с половиной. Я сейчас смотрел свои старые ролики. Половину же не помню вообще ничего. В общем, вот так вот пересматриваю. Уровень. Он, наверное, не видно, да, где он стоит. Да бог с ним. Красота. В курсе отбора вот такая вот сейчас. Думаю, что к двум что-то такое. Ребят, уже перелил немножечко. Вот сейчас еще набралось. И она вроде пока еще ничего. Надо еще разочек перелить. Блин, термометр. Где термометр? Давайте вот так. Не расхватил. Я же не увязок. В общем, это тоже сюда. И я думаю, что это последнее уже будет все. Потому что я чувствую, ну вот, например, на настойку, на мацерат. Прям пойдет вообще огонь. Прям где-то какой-то далекий. Ну, хотя он даже не хвостовой. Я не знаю, как вам объяснить. Это же не сахар. Тут есть свои оттенки запаха. И он до сих пор пахнет. И он не то, что он хвостами там что-то отдает, а как-то и не то, что неприятно пахнет. Он пахнет нормально. Просто я не пойму, что с чем. Ислючительно ароматный. Блин, не знаю, ребят. Как будто бы что-то такое хвостовое есть. Но в то же время этого и нет. Ладно. Лучше 6 литров. Хорош. Вот это, наверное, уже пойдет на кольцевание. Такой продукт. Вообще хвосты не отбирают. Знаете. Ну, вот такой продукт хвосты грешного бы не отобрать. Хотя, может, еще сейчас переливлю еще разок в банку. Ну и вот, друзья, походу приходит конец. Все, ММЦ-хоблески бурлить перестает. В ней муть. Мутная. Она запотела. Запотевает все. Там одни хвосты. Тарелки еще не запотевают, но вот здесь уже запах. Ну, отдаленно, но хвостовой. Прямо уже. Прямо вот здесь вот чувствуется, что что он прям хвостики. Ну, они собака приятные. Это не сахарные хвосты. Кто делал, тот знает. Нет, они тут совсем другие. Прям вообще кардинально другие. Вот, который я сна... Ну, я перелил сюда еще разок. Это нормально, чистый. Самое интересное, что вроде нюхаешь вот здесь в струе. Вроде чуть попахивает. Нюхаешь. Вообще-то рано. Она благоухает. Благоухает приятным запахом. И на вкус она сладкая. Я даже попробовал. Почему сладкое? Не знаю. И пахнет, кстати, сладко. Вот, ребят, наверное, не буду я мучить. Что здесь это умыть? Мурыжить туды-суды. Переиспаряться нечему. Пузырей нет. ММЦ заглыхает. Хотя здесь льется, вон, смотрите, ручьем еще полным ходом. Не знаю, какая температура в кубе. Без понятия вообще. Ну, думаю, что около 97. Ну, все, ребят, прошло еще вон 3 минуты. Вообще все, пузыри кончаются. Только мути больше становится. Последний спирт все-таки из нее испаряется. Я думаю, что можно сделать вот так вот. Кстати, спиртуозность, спиртуозность. Вот, под конец уже. Она ледяная, да, у нас? Да, холодная. Плюс градус. Вот 89, как мне надо было. Ну, сейчас 88, ну, градус прибавьте, 89. Смотрите, прибавил скорость. Он тонуть начал, спиртуозность больше. И пошла. В общем, сейчас немножко отберу, ребят, прям вообще чуть-чуть, трошечки, потому что, ну, я говорю, грех такой вот, даже хвостатый спирт, такой грех выливать в унитаз. Вот. Сахарный в жизни не брал и брать не буду, потому что это воняный. Ну, и один из амел здесь совсем все по-другому. Посмотрите, возврата практически нет. Я открыл все. Сильно открыл, возврата вообще нет. То есть сейчас вот испаряется, что... Ого, нижняя запотела сразу, смотрите. Думаю, что в кубе, да, 97, может даже 98. Не знаю. Не хочу даже смотреть. Вот. Тарелка все останавливается. Сейчас остановится. О, вторая запотевает, видите? Это еще не запотело, а вот это запотевает. Тоже в ней заканчивается спирт. Возврата нет никакого. Папа врубил тут. В общем, вот этот вот еще можно употреблять. Это 100% можно. Там пол-литра, 6 литров чистого. Ну и здесь там литр, чуть-чуть, может, побольше. Все, ребят, нет, не буду мучить. Нафиг. Закрываю. Вот такой вот у нас был колхозанский перегон. Не знаю, кому понравилось, кому не понравилось. Ставьте лайки, дизлайки, как всегда. Скажите свое мнение по спиртуозности в комментариях, что мне делать, я не знаю, ребят. Ароматика есть, кстати. Аромата много. И самое главное, да, я не сказал, я хотел сравнить с тем продуктом, который у меня получился на ПВК. При перегоне на ПВК это с НБК, а то с ПВК. Я даже нести его сюда не буду. Я больше чем уверен, он ароматней. Вот этот немножко поскуднее аромат. Он да, он классный, он ароматный, он вкусный. Но тут, блин, то ли потому, что зерно варилось, я просто знаю тот запах и знаю и этот запах. Блин, ну они разные. Не сказать, разительно отличаются, но отличаются. Вот. Все. Мутняк, смотрите, опять. Тут уже не заработает. Все, ребят. В общем, не знаю, в чем дело. Может действительно этот солод немножко еще и постарей. Все-таки полгода разницы, да, он стоял сначала дома, потом на балконе, потом еще где-то. он не отмок. Может быть, качество солода потерялось. Поэтому и выход поменьше, и аромата может быть поменьше. Скорее всего, вернее, не скорее всего, а это тоже как фактор можно это учитывать. Вот, ребят. Все. Спасибо вам за внимание. Всех вам благ. Здоровья во все органы. Вкусных и качественных напитков, хорошего оборудования. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Да, я уже сказал. Все. С вами был Серега. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok